Здравствуйте, братья и сёстры! В эфире программа Екатерина Идарской и Кубанской епархий «Отчий дом». Сегодня мы вам расскажем о событиях прошедшего месяца. И начнём с архиерейской хроники. Успение Пресвятой Богородицы завершает собой годовой круг больших церковных праздников. К этому дню постепенно стихают летние жары, утишивается природа. Все храмы обильно украшаются цветами, а священство облачается в синей небесного цвета одежды. В праздник Успения митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил Божественную Литургию в Кафедральном Свято-Екатерининском Соборе Краснодара. Тихий торжественный праздник всегда собирает в храмах множество народа. Особо его любит женская часть населения. В Краснодарском Кафедральном Свято-Екатерином Свято-Екатеринском Соборе Южный предел посвящен именно Успению Пресвятой Богородицы. Сегодня здесь престольный праздник. По завершении литургии все вышли на крестный ход. С молитвенным пением священство прихожане, ученики Екатеринодарской семинарии прошли у стен собора. Владыка Исидор читал Евангелие, кропил всех святою водой. А по завершении крестного хода молились Царицы Небесной в самом храме. По завершении службы митрополит Исидор обратился к собравшимся с архипастерским словом. 6 августа нынешнего года вся православная Россия отметила 15-летие канонизации святого праведного воина Федора Ушакова. К этому событию и 320-летию российского флота по благословению патриарха Московского была приурочена акция принесения мощей святого по городам России. 20 августа мощи Федора Ушакова встречали в Кафедральном соборе Краснодара Миряне и священство Кубани во главе с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. Делегацию, прибывшую с Ковчегом, возглавил вице-адмирал российского флота Александр Побожий, а духовно окормлял принесения епископ Павлодарский и Кебастузский Варнава. В Краснодарском кафедральном соборе мощи праведного воина пробыли три дня, в течение которых к ним могли приложиться все желающие. Во второй день на божественную литургию у мощей прибыл митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор, епископ Майкопский Адыгейский Тихон и епископ Павлодарский и Кебастузский Варнава. Вместе с мощами святого Федора Ушакова в Кафедральном соборе развернули небольшую экспозицию с описанием жизни и подвигов адмирала российского флота, который сражался с врагами в том числе и у берегов Кавказа. Известно, что из 43 морских сражений он не проиграл ни одного. Ни один российский корабль под его командованием не был потерян, и ни один матрос не попал в плен к врагу. По окончании воинской службы святой Федор поселился невдалеке от Санаксарского мужского монастыря, в который много жертвовал и где имел свою келью для постных молитв. Вот как описаны последние дни праведного воина в записке архиепископу Тамбовскому Афанасию. Препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. Святой праведный воин Феодор, моли Бога о нас! В большой и светлый праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа в Абшаронском женском монастыре во имя иконы Божьей Матери «Нерушимая стена» ждали прибытия правящего архиерея Кубанской епархии митрополита Исидора. У врат обители собрались настоятельница Игумения Зосима с сестрами, горожане и паломники. Монастырь родился отчаяниями и молитвами кубанского архипасторя. По главе его с первых дней стала бывшая сотрудница епархии монахиня Зосима. Крайне тяжело было начинать строительство на голом месте. И вот сегодня обитель сияет куполами, украшена клумбами и беседками, а более всего непрестанная молитва сестер и множеством паломников и трудников. Главный храм обители, в которой сегодня совершается богослужение, наречен во имя иконы Божьей Матери «Нерушимая стена». В божественной литургии вместе с владыкой приняли участие краснодарские, монастырские и священники близлежащих приходов. На большие праздники монастырь всегда собирает много народа. Так и сегодня. Прибыли люди из самых удаленных уголков Кубани. В этот день владыка Исидор рукоположил сан священника иеродьякона Вениамина из Краснодарского монастыря в честь иконы Божьей Матери Всецарица. Желающих принять святых христовых тайн много. Причащались из трех чаш. По окончании литургии владыка совершил чин освящения плодов. Прекрасный вместительный храм светится белизной купола, тогда как нижняя часть украшена большим количеством великолепных икон. Основная часть из них написана краснодарским иконописцем Людмилой Немцевой. К празднику преображения она привезла в дар монастырю свою новую икону Царицы Небесной всех скорбящих радость. 12 августа у краснодарских военных летчиков сразу два праздника. День военно-воздушных сил России и православный праздник памяти святого Иоанна Воина. В этот день правящий архиерей Екатеринодарской Кубанской епархии митрополит Исидор посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза Серова. На территории училища возведен храм в честь святого Иоанна Воина. Кстати, храм сей заложен был тоже в августе, но 1995 года патриархом московским и всея Руси Алексием Вторым. За прошедшие 20 с лишним лет приход разросся. Посещают храм не только военные, но и гражданское население микрорайона. Недавно настоятелем, отцом Владимиром, был построен еще один храм во имя иконы Божьей Матери-Избавительницы. По прибытии сюда владыка-митрополит первым делом преклонил колени именно перед Царицей Небесной. Затем его высокопреосвященство возглавил божественную литургию, сослужение склиром храма и священством краснодарских приходов. Пора сказать и о настоятеле, строителе храмового комплекса. Отец Владимир в прошлом военный летчик, майор Запаса. Именно его трудами разводился этот прекрасный белокаменный церковный ансамбль. Его заботами и трудами прихожан, а также молитвами владыки Исидора. Призви с небесе Божие и виждь, и посети виноград сей, и утверди и... С окончанием Евхаристии праздник не закончился. В престольный день все вышли на крестный ход. Вместе со всеми, с молитвенным пением, шли курсанты, преподавательский и руководящий состав училища. В памятной беседке погибшим летчикам всегда совершается лития. Так и сегодня. Вместе со всеми, с молитвами, шли курсанты, преподавательский и руководящийся в Краснодарском военном училище летчиков. На свободной территории, прямо у контрольно-пропускного пункта, митрополит Исидор осветил камень на строительство храма в честь новомучеников и исповедников российских. Благословляется камень сей и место сие. По завершении закладки все вернулись в храм, где совершили молебное пение святому Иоанну Воину. В заключении праздника владыка обратился со святительским словом к собравшимся. От лица всех присутствующих на празднике владыку поздравил настоятель храма Протеерей Владимир Мищенко. Наша молитва, ваша молитва, дорогой владыка, очень нужна всем нам. Благодарим вас сердечно за ваше купечение и любовь, которую вы не посылаете нам. Дай Бог, чтобы мы, как ваши сыновья и дщери, были рядом с вами, а вы нас благословляли. Аминь. А теперь расскажем о других событиях Кубанской епархии. В канун праздника преображения Господня на славянском кладбище Краснодара собрались почитатели памяти митрополита Виктора Святина. Владыка Виктор – последний глава русской духовной миссии в Китае, возглавлявший ее 23 года и вывезший часть русской диаспоры в Россию, а именно в Краснодар, в 1956 году. Здесь владыка возглавлял кафедру на протяжении 10 лет и в 1966 году скончался после непродолжительной болезни. С тех самых пор народ Божий не забывает своего архипастеря. Одна из главных хранительниц памяти митрополита Виктора – Эльза Сергеевна Дяченко. Ее усилиями собран большой архив документов о русской духовной миссии в Китае и о жизни владыки на Кубанской земле. Несмотря на жаркое кубанское летнее солнце, все собравшиеся благоговейно молились о владыке. Собрались здесь и прямые родственники митрополита, и его почитатели. По окончании молитв для всех собравшихся была предложена небольшая поминальная трапеза. Вечная память усопшему рабу Божию Виктору. Несколько лет назад, когда на окраине хутора имени Ленина планировался новый микрорайон, здесь в чистом поле был заложен камень под строительство нового храма. Спустя несколько лет очертания поселка начали прорисовываться, а храм в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет» уже сверкает своим куполом. В его основе лежит византийско-балканская архитектурная традиция. Главным попечителем строительства выступил Ваган Арсенович Арутюнян. Его трудами уже заканчиваются отделочные работы, возведена колокольня, установлен купол. А сегодня замечательное событие. Мастерская художников-иконописцев закончила создание надворатной иконы в стиле флорентийской мозаики. Удивительно не только художественное воплощение, но и техническое качество работы. Мы 20 лет уже на этом поприще. Глазы, руки, опыт. Вот и все. Все это точится. Ну, понятно, специальные инструменты современные, но мы не используем никакой электронной технологии компьютерных и прочее. Глаза, руки, инструменты. И любовь к этому делу. Бригада художников, а это Василий Тарасов, Николай Мгебришвили и Михаил Михович, сама устанавливает свое творение над входом в храм. И как только композицию приложили к стене, храм как бы возвеличился, обрел духовную глубину. Ну, стараемся сделать так, чтобы народу понравилось, чтобы народ в свою веру верил, чтобы объединялся. И вера – это сильная вера. И народ станет добрее, станет ближе, чище. А мы, в свою очередь, вкладываем в это все душу для того, чтобы людям нравилось, люди с охоты шли сюда. Благодаря стараниям главы хуторского прихода во имя святого Георгия Победоносца и эрмонаха Спиридона в строящемся храме уже была совершена божественная литургия. Отец Спиридон со дня закладки духовно кормляет строительство Дома Божия. По его словам, уже в будущем году храм откроет двери для всех верующих.